На дневном есть разворотная модель, собственно говоря. Здесь вот тот же звездный разворот, специфичный. Здесь есть, так сказать, большое надгробие с хорошим хвостом. Здесь вполне... А по итогам дня на текущий момент, вот разворотная конструкция. Звездный разворот. Многие знают. Вот теперь возьмем, как было движение. Вот у нас две серии. Значит, вот то, что я вам говорил. Вот если мы посмотрим, две больших черные свечи, а потом цепочка маленьких. Вот где здесь спрятаны, я имею в виду вот этот отрезок. Где здесь сидят три вороны? Они там сидят. Если мы вот включим индикатор, который разработал Олег Шагов на черные вороны, он совершенно четко показывает, что здесь есть индикатор. То есть три черные модели, три черные вороны здесь есть. А как их считать? Вот это вопрос. А теперь мы перемещаем это под группа из трех ворон. Абсолютно четкие. Вот та же ситуация. Три одинаковые вороны. Кончается одна ворона, начинается следующая. Это три одинаковые вороны. Ну, это как книжная картинка. А предыдущая далеко не книжная картинка. Так и сейчас у нас. Вот она книжная картинка. Три черные вороны. Но перед этим была. Они идут сериями. Ну, на самом деле, по поводу этого, значит, мы вот с Олегом Шаговым написали статью в журнале «Рынок ценных бумаг», где отработка вот этих моделей со всей статистикой. Олег делал статистику, показывал, что, как, почему. Она тоже как бы в статье это все указано. И в книге, вот в новой книге, эта статья тоже включена в эту книгу. Также там и Олег Шагов написал несколько слов по поводу этому. Ну, вот теперь посмотрим другой вариант пары. Сейчас мы посмотрим. Вот. Вот у нас тоже идет цепочка из трех ворон. Вопрос. Вот это называется «три ворона» и «вороненок» называется. По классике не должно быть между тремя ворон. Но если вы посмотрите любое описание, которое приводится напрямую, вот это базовая модель. Не должно быть вот этой хвостатой маленькой черненькой свечки между тремя воронами. Она бывает и между первой и второй. Здесь она между второй и третьей. А бывает и между первой. Бывает даже беленькая свечка. Так вот, Олег Шагов доказал, что наличие промежуточной небольшой свечи, статистически он доказал, что наличие, значит, свечи между отдельными воронами, то есть вороненка, не является препятствием, тоже является моделью. А вы этого нигде не встретите, потому что на самом деле это никто не знает. Это знают только в Японии. И чтобы вот обнаружить такие вещи, надо, грубо говоря, спрашивать в Японии. Но вряд ли там кто-нибудь скажет вам в Японии. Там ученикам только рассказывают, а не каждому встречному поперечному. И вот нам только по одному, по одной вот этой модели Олег Шагов делал огромную статистическую выборку по разным инструментам, по Газпрому, по Сбербанку, по СНП, с тем, чтобы, ну, как бы доказать, вот, то, что они равноценны, когда у нас три вороны идут подряд, и когда между ними есть вставка. Это то, что касается вот трех ворон. Вот они как отличаются. И каждый раз надо смотреть по ситуации. Они просто так вот, вот здесь три вороны. Они могут быть вот в таком варианте, как здесь. Здесь тоже три вороны. В каждом шаге есть три вороны. И мало того, они встречаются, вот так сказать, три вороны в последнем шаге – это окончание движения. Они не только являются началом движения, но три вороны являются окончанием. Но только надо знать, когда этот момент наступает. Это надо не здесь ждать, не вверху. То есть функция группы из трех ворон, она многогранная. Она является как началом тренда, так и окончанием тренда. Точно так же, как три белые. Белые – то же самое, Олег математически тогда он доказал, это статистически. То же самое, что касается, если мы посмотрим, перейдем. Вот у нас три белых солдата. Они стоят в начале тренда. Вот они где сидят. Три белых солдата. Это начало тренда. Но это часовой график. У нас действуют такие мощнейшие силы, которые… Но тем не менее, все подробности как бы по поводу… На самом деле статья была посвящена не трем воронам, а статья была написана по трем солдатам. Вот мы с ним работали несколько… Большей частью он статистически делал, он проверял. То есть я-то давал идею, дал идею, знание определенных моментов. А вот Олег Шаров, он в течение пары месяцев всю выборку это делал. Все статистические данные он определил. И мы написали эту статью с тем, чтобы показать, что даже чтобы понять одну модель, тонкость одной модели, надо знать очень много. И в том вся особенность заключается. Но эта модель очень важная. Она из методов Сакаты. И, в общем-то, она не зря сама по себе, потому что все это связано с историей, которая была 270 лет назад в Японии с Хонмом Мамухисой и так далее и тому подобное. И вот эти три солдата здесь, они тоже могут быть разными. Никогда они не бывают одинаковые. Это здесь часовые. Мы можем перейти на пятиминутный график. Они тоже здесь будут. Но их надежность совершенно другая. Что такое надежность модели на пятиминутный график? Да ничего они особого не значат. Мы можем взять вот то, что опять было. Три черные вороны. Все поменялось даже на СНП на дневном графике. Здесь была черная свеча. Сейчас она белая. Мало того, она делает возврат. В 2000 практически вот уже там 87 пунктов. То есть она, ну, как бы другая. Но у нас здесь есть чуть-чуть другое. У нас здесь есть вот такая расходящаяся треугольничек, который пока он тоже говорит за разворот. Ну, с ними, с американцами, с их деньгами, ну, трудно оперировать точными или не точными элементами, которые были разработаны для других рынков. Рынок поменялся. И три солдата или три вороны, которые были разработаны для определенного движения рынка, они сейчас на современных рынках часто меняются, часто искажаются, часто выход глобальных факторов меняет всю картинку, ломает всю картинку. Владимир Павлович, вот здесь Игорь Кердишов задает вопрос. Как вы думаете, при падении нефти, не-не-не, сори, сори, то есть если на нефти сейчас три вороны, то это может быть и окончание тренда? Нет, у нас это часовой график, это начало движения вниз. У нас самый главный сейчас вступает, мы увидели на часовом, но надо ждать подтверждение по большему временному таймфрейму. В данном случае у нас дневной. Мы пока видим движение на обоих таймфреймах, мы на дневном и часовом, они идут в одну сторону. Здесь у нас на дневном разворотная модель с вершины, и часовой график на часовом графике мы видим то же самое начало тренда. Здесь вопрос упирается в том, что мы должны теперь получить, как бы начало тренда, по идее мы должны получить трех ворон на дневном графике. Но мы можем не получить трех ворон, мы можем получить всего две вороны или две с половиной вороны. Здесь уже дело в том, что все вот эти модели, они как бы не обязаны быть... Вот три ворона обязательно должны быть. Да нет, достаточно вот этого звездного разворота. А дальше могут быть только две вороны, потом белые и так далее и тому подобное. Потому что здесь достаточно хорошего качества в своем месте на отметке. Дело в том, что если мы посмотрим, что такое 68 или точнее 70, это старый уровень, известный, он не особенно сильно проторгован. Вот он. Вот он, где когда проторговывался. Это у нас... Вот если посмотреть, у нас два там проторгованных уровня. Значит, вот 60, круглая величина, вот его проторговали, второй раз прошли. А сейчас мы уже ушли на 10 долларов выше, к 70. Ну, выдыхается рынок, выдохся уже. Поэтому вот до 70 не дошли, начали фиксацию. А появление вот разворотной модели уже говорит о том, что рынок намеренно разворачивается. Если не выйдут какие-то, ну, там заварушка опять в Емине начнется, ну, рынок вроде бы все, и это уже впитал в себя. Поэтому основная разворотная модель, она есть. Но часовой график, он более детализирует. То есть, грубо говоря, вы можете работать как по дневному, но это уже одна ситуация для одних. А по часовому, и это другая ситуация, когда вы можете входить, дождавшись, получив какую-то модель на часовом графике. Понятно. Ясненько, Владимир Павлович, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.